Здравствуйте! В эфире новости Люберецкого районного телевидения. В студии Лилии Хайрулиной. В начале коротко об основных темах выпуска. 5 спортивных залов, 3 компьютерных класса и зал для лекций. В 7-8 микрорайоне завершается строительство новой школы. Кандидат на пост главы Краскова определён. Представители Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия» выбрали своего представителя. 127 машиномест на 22-м километре Новоризанского шоссе открылась стоянка для большегрузного транспорта. Теперь обо всем этом более подробно. В администрации города Люберцы прошло очередное заседание по проблемам 7-8 микрорайона. На нём участники встречи обсудили строительство социальных объектов, проблемы электроснабжения и благоустройства. Подробности у нашего корреспондента. По-прежнему главной проблемой в новом микрорайоне остаётся строительство социальных объектов. Что касается возведения школы, то по заверению заместителя начальника управления строительства, работы там идут полным ходом. В отличие от строительства поликлиники, там рабочие не успевают уложиться в заданный срок. Часть работ уже сделана, но, к сожалению, пока только эти работы ведутся. Остальные наши ни фасадные, ни крольные работы пока не начаты. Основная задача, я вижу сейчас по поликлинике, это подготовить её к зиме, закрыть контур, чтобы можно было зимой делать нормальный отдел. Продолжила тему строительства и реконструкции детских садов заведующая дошкольным учреждением «Белоснежка», которая вновь обратилась к представителям администрации с просьбой ускорить на объекте возведение пожарных лестниц, без которых невозможно получить документы, необходимые для ввода заведения в эксплуатацию. А ведь до открытия остаётся всё меньше времени. 1 сентября новый детский сад должен распахнуть свои двери для малышей. Главное устройство может быть завершено после окончания работ, связанных с лестницами. У меня желание открыться большое, потому что уже 1 сентября они за горами полторы недели, полтора месяца. Полтора месяца это, грубо говоря, шесть недель, как раз монтаж этих лестниц. Обсудили участники встречи ситуацию прорыва газопроводу у дома номер 16 по Комсомольскому проспекту. Авария произошла в пятницу в результате выполнения строительных работ компании «Пикомфорт» и была устранена на следующий день. Первый заместитель главы администрации города Люберца Александр Алёшин обратил внимание присутствующих на то, что подобные повреждения не первый раз происходят в 7-8 микрорайоне. А это может повлечь за собой не только отключение электроснабжения, но и привести к чрезвычайным ситуациям, что ставит под угрозу безопасность люберчан. Кстати, сами жители также присутствовали на заседании. Представители дома управления обратились с просьбой решить проблему, возникшую вследствие прорыва канализации. Мы ходили к Пикам, обращались. Вот вчера Принеслав Кадемирович к нам приезжал. То есть поставили машину. Пока была комиссия, она работала. Как только комиссия уехала, машина прекратила работать. Управляющая компания «Союз Люберца» дано указанию устранить причину аварии. При помощи откачивающей техники привести в порядок подвал дома. Кристина Монасарян, Дмитрий Куликов, Валентин Говоров, Люберецкое районное телевидение. И в продолжение темы. В седьмом-восьмом микрорайоне завершаются работы по строительству новой школы. В трех корпусах полным ходом идут отделочные и монтажные работы. Уже совсем скоро в учреждении начнется комплектование классов оборудованием и инвентарем. Все подробности далее. Все классы в этой школе будут оснащены интерактивными досками и компьютерами. Также для учащихся создадут современные комфортные условия для занятий физической подготовкой. Здесь пять спортивных залов. Ввиду того, что администрация учреждения планирует сотрудничать с Государственной медицинской академией. К услугам школьников и лекционной аудитории, где ребята будут получать необходимые знания по специализации. Здесь будут вести занятия преподаватели из Академии медицинской. И чтобы создать условия близкие к институтским, в школе будет оборудована так называемая аудитория вместимостью до двух-трех классов одновременно, где будут проходить факультативные занятия с преподавателями высшего учебного заведения. В новой школе предусмотрено все для создания доступной среды для учащихся с ограниченными возможностями. Для них есть лифт, на котором они будут перемещаться по этажам. Это лифты, которые должны помочь детям, инвалидам, колясочникам, если таковые будут в этой школе заниматься, здесь по полной программе. Не так, как во всех остальных школах у нас предусмотрен пандус, и ребенок может заехать только на первый этаж. Здесь все этажи снабжены туалетами для инвалидов. Все двери позволяют заехать ребенку на коляске в любое помещение. Что касается отделочных работ, то строители обещают завершить их в течение двух недель. И уже 15 июля планируют завести всю необходимую мебель и оборудование, чтобы укомплектовать ими помещение. Также в ближайших планах благоустройство территории школы. Лилия Хайрулин, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. Делегаты Люберецкого местного отделения Всероссийской партии «Единая Россия» провели очередную конференцию. На ней единороссы района решили, кому они доверят роль кандидата на пост главы городского поселения Красково 8 сентября. В ходе голосования партийцы выдвинули на эту должность своего претендента. Все подробности далее. Повестка дня конференции включала в себя несколько вопросов. Но главными, без сомнения, являлись два. О выдвижении кандидата на пост главы Красково и обсуждение проекта предвыборной программы избирательного объединения партии «Единая Россия» Люберецкого района. В ходе предварительного внутрипартийного голосования претендент был определен. Решением полицовета Люберецкого местного отделения была предложена его кандидатура. 27 июня 2013 года президиум политического совета Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» согласовал кандидатуру Губина Вячеслава Вячеславовича. По второму вопросу перед делегатами конференции выступил председатель Народного фронта Люберецкого района Игорь Иванников. Озвученная им предвыборная программа отразила весь спектр проблем, которые на сегодняшний день существуют в городском поселении Красково. Всех сейчас волнует экология. Нужно сделать так, чтобы свалки, которые у нас есть, они прекратили свое существование. Вторая проблема, с которой сталкиваются жители, это качество питьевой воды. Это тоже связано с экологией. Мы знаем, что те водозаборные узлы, которые есть, они не справляются. Надо их ремонтировать, нужно строить новые водозаборные узлы. После обсуждения всех остальных вопросов повестки дня делегаты приступили к тайному голосованию. Его результаты были озвучены после короткого перерыва. В результате тайного голосования получены следующие результаты. Губин Вячеслав Вячеславович за 175 против 9 и недействительных 2 бюллетеней. Затем слово было предоставлено избранному кандидату Вячеславу Губину, которому сразу же пришлось отвечать на вопросы своих выдвиженцев и выслушивать наказы красковчан. Надо сказать, что многих волнует два вопроса. Есть ли у Вячеслава команда и, конечно, его возраст. У меня есть желание работать. Что касается команды, то команды сегодня формируются. Про молодость я вам скажу хорошим афоризмом, что молодость – это недостаток, который очень быстро проходит. Поэтому, когда разговор заходит о возрасте, всегда получается или слишком рано, или слишком поздно. Что же касается груза, то я чувствую в себе силы. Я понимаю, как работает и исполнительная власть, и законодательная власть. Поэтому, я думаю, все будет хорошо. Впрочем, молодость не пугает и Владимира Ружицкого, который полностью поддерживает выбор партийцев и собирается помогать Вячеславу Губину в работе в случае его избрания на пост главы администрации поселка. Конечно, парень молодой. Но в этом плане, как правило, молодые люди, они амбициозные. Им хочется делать то, что другие не делают. И я надеюсь, что в этом плане может что-то получиться. И я почему-то... Мне хочется, чтобы у него получилось. Политическая кредо молодого кандидата – честность и справедливость. Это как раз те качества, которых так порой не хватает современным российским политикам и хозяйственникам. Ольга Щевелева, Валентин Говоров, Люберецкое районное телевидение. Сейчас прервемся и продолжим наш выпуск сразу после короткой рекламы на ЛРТ. Этот лес рос 250 лет. За два часа он выгорел полностью. Не оставляйте без присмотра костры. Не бросайте незатушенные окурки. Не жгите мусор и траву. Мы должны защитить лес от беды. При пожаре звоните в Единую службу спасения по телефону 01. Мобильная связь 112. Смотрите Люберецкое районное телевидение. Смотрите Люберецкое телевидение. Смотрите Люберецкое районное телевидение. Смотрите Люберецкое телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все подробности далее. На данный момент стоянка рассчитана на 127 машин и мест, но в дальнейшем ее планируется значительно расширить. По подсчету Министерства транспорта Московской области, подобные парковки должны вмещать в себя от 200 до 350 грузовиков. Помимо этого, планируется улучшить условия комфортного отдыха дальнобойщиков. Многие же из наших сегодня жителей побывали в Европе, видят, как там это все сделано, это все обустроено, потому что я оцениваю, что здесь должен быть какой-то кемпинг или гостиница небольшая, какой-то отель. Здесь что-то должно быть в плане общепитов, что человек приехал, он должен где-то поселиться, и какое-то питание, и, возможно, какая-то небольшая ремонтная база. На мероприятие были вручены благодарственные грамоты от имени главы Люберецкого района, генеральным директорам частных компаний, на средства которых и была построена стоянка. Вообще все парковки, которые появляются в Московской области, всего их будет 10, инвестированы частными лицами. Первую неделю в тестовом режиме парковка будет работать бесплатно, однако в дальнейшем за въезд придется заплатить 300 рублей. Сумма не маленькая, но, тем не менее, стоянка обойдется дешевле, чем штраф, который придется заплатить водителю за парковку на обочине. В ближайшее время он повысится и составит 1500 рублей. Установлены знаки, повышены штрафы, информированы ГИБДД, и в конце концов восторжествует порядок и цивилизация в Московской области, и водители перестанут стоять по тем или иным причинам по дорогам Москвы. Парковка была открыта на Ленинградском шоссе, вторая в Люберецком районе, на 22-м километре Новоризанского шоссе. По словам инвесторов, основными ее клиентами станут частные транзитные большегрузы-однодневки. Кристина Моносорян, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. Депутат Совета депутатов Владимир Криворучко провел встречу с жителями дома номер 20 по улице Побратимов. На встрече народный избранник рассказал о проделанной работе, а также о дальнейших планах по благоустройству округа. Все подробности далее. На встрече избирателей округа с Владимиром Криворучко, которая прошла на только что построенной за счет городского бюджета детской площадки, затронули многие темы. В первую очередь депутат рассказал о том, как и с какими целями создавалась эта игровая зона. Все депутаты нацелены на то, чтобы создать в городе Люберцы для детей как можно больше таких мест, где бы они могли заниматься на снарядах, играться на детских площадках, чтобы было приятно как детям, так и жителям города Люберцы. Также депутат поделился планами на будущее. Помимо ремонта дорог и установки изгороди, а также новых спортивных игровых площадок, Владимир Криворучко заверил, что на ближайшем заседании Совета депутатов намерен поднять вопрос строительства бассейна, которого давно ждут жители. Я думаю, что мы начнем строительство и бассейна, который находится пока в плачевном состоянии только изгородь, уже года 2-3. Жители района поблагодарили Владимира Криворучко за его активную деятельность по благоустройству улиц и дворов, однако отметили, что работа еще не закончена и остались некоторые проблемы, требующие решения. У нас вечером скапливается более 50 машин по всему дому, вдоль всего дома, на площадке, потому что у нас не заасфальтирована дорога, нет бордюра высокого и машина заезжает куда угодно. Встреча оказалась полезной как для Владимира Криворучко, так и для самих жителей. Горожане узнали о грядущих мероприятиях по улучшению городской инфраструктуры, а депутат услышал все их просьбы и пообещал исполнить их в самое ближайшее время. Сергей Филиппов, Дмитрий Куликов, Либерецкое районное телевидение. Лето в самом разгаре и с каждым днем все больше людей стремится уехать подальше от городской суеты, чтобы хотя бы на несколько дней забыть свои повседневные проблемы и набраться сил. Сергей Филиппов вышел на улицу города, чтобы узнать, как и где либерчане собираются провести свой отпуск. Где отдыхают либерчане? Предпочитают ли они нежиться на пляжах Испании и Турции? Или, как говорил один знаменитый мультперсонаж, нас и здесь неплохо кормят? С этим вопросом мы и обратились к прохожим на улице. Ну, сейчас мы с семьей уезжаем 8 июля на 10 дней в Крым, а так, в принципе, дача и тут и все. Целый месяц я проведу в Индии, в городе Пуна, в институте йоги-энгара, буду заниматься йогой. Ну, вообще, мы уже отдыхаем. Приехали поступать, и мы гости вашего города. А конец лета мы планируем провести с детьми в Турции. На даче и в Петербург поехать. Второй вопрос, который мы задали жителям нашего города, это бюджет отпуска. Позволяет ли себе горожане отдохнуть на широкую ногу, или же они заставляют себя серьезно экономить и беречь каждую копейку? Ну, скажем так, чуть больше 30, наверное, тысяч. Ну, тысяч 100. Ну, не знаю, как получится, но тысяч 50, наверное. Я думаю, не больше 200 тысяч. Если считать, что дача это тоже отдых, то получается очень-очень много. Поэтому даже суммы говорить, наверное, не очень. Вопрос про отпуск был очень актуальный. На фоне почти тропической июльской жары многие жители города изъявили лишь одно желание – просто отдохнуть. Не важно где – у себя в квартире или в пятизвездочном отеле, на южном курорте или на даче. Главное, чтобы это был просто отдых от всех дел и забот. Сергей Филиппов, Валентин Говоров, Люберецкое районное телевидение. На этом наш выпуск завершен. Сразу после него на нашем канале смотрите программу «Будьте здоровы». Затем эфир продолжит программа «Открытый диалог». Гость студии – завидующая стационарным отделением Люберецкого кожно-венерологического диспансера Ирина Фалина. Обращаем ваше внимание на то, что 11 июля на нашем телеканале состоится прямой эфир с главой Люберецкого района и города Люберца Владимиром Ружицким. Свои вопросы вы можете задавать заранее по телефонам редакции 8-498-642-1950 и 8-498-642-1950. А также оставляйте их на нашем сайте www.tranoiw.lrt.tv, где вы также можете посмотреть выпуски всех наших программ. В студии была Лилия Хайрулина. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова